...в свое Отечество. Спасибо большое. За значительный вклад в реализацию благотворительной программы памяти великие княгини Евдокии Дмитриевны, преподобной Ефросинии Московской, золотой медалью и памятным дипломом награждаются Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К сожалению, Святейший Патриарх не смог присутствовать на сегодняшнем торжественном вечере, и эта награда предстоятелю Русской Православной Церкви будет передана позднее лично. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Награда Сергею Семеновичу также будет вручена позже лично. Председатель правления Открытого акционерного общества Балтинвестбанк Игорь Александрович Кирилловых. Награду получает директор московского филиала Балтинвестбанка Алексей Анатольевич Тюшов. Председатель правления группы компании Ространсстрой Александр Васильевич Казарцев. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Рустинко Марат Марушанович Аляудинов. Председатель Петербургского союза художников. Действительный член Академии художеств, народный художник России, скульптор Альберт Серафимович Чаркин. АПЛОДИСМЕНТЫ За вклад в реализацию благотворительной программы памяти Великой княгини Евдокии Дмитриевны, преподобной Ефросинии Московской, серебряной медалью и памятным дипломом награждаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Истринский, первые виталии святейшего патриарха Московского и всей Аруси по городу Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Владимир Васильевич Черников. АПЛОДИСМЕНТЫ Советник министра культуры Российской Федерации Виктор Васильевич Петраков. АПЛОДИСМЕНТЫ Его высокопреподобие протеерей Алексий Ладыгин, настоятель храма преподобной Ефросинии Московской. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель правления фонда имени Великой княгини Евдокии Московской Любовь Сергеевна Акелина. АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Комбинат скульптура Юрий Михайлович Павлов. АПЛОДИСМЕНТЫ За участие в реализации благотворительной программы памяти Великой княгини Евдокии Дмитриевны преподобной Ефросинии Московской бронзовую медалью и памятным дипломом награждаются Президент Института спецпроекта реставрация Юрий Петрович Калиниченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный инженер отдела цифровых топографических планов Московского городского треста геолога геодезических и картографических работ Павел Борисович Отрещенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Главный инженер общества с ограниченной ответственностью РУС-ТИНКО Юрий Васильевич Силантьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ольга Григорьевна Новикова. АПЛОДИСМЕНТЫ Генеральный директор научно-производственного объединения КОМПЛАСТ Сергей Иванович Цибуков. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши аплодисменты, поздравления и искренняя благодарность всем лауреатам благодарительной программы. Владимир Иванович, извините, пожалуйста, в селемонии награждения будет продолжено еще одним приятным событием нашего торжественного вечера. Мы сейчас будем награждать победителей межрегионального историко-просветительского конкурса исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству. События и имена» в 2012 году. В номинации «Историческая» дипломом первой степени среди учащихся средних общеобразовательных заведений и памятным подарком награждается Никита Шальнов, учащийся Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга за реферат «Судьба мастера. Путь длиной в жизнь». Дипломом первой степени среди студентов в ГУЗов и памятным подарком награждается Илья Думбинский, учащийся Национального исследовательского Томского государственного университета за реферат Василий Маркович Флоринский и Первый университет в Азиатской России. В номинации «Литературная» дипломом первой степени среди учащихся средних общеобразовательных заведений и памятным подарком награждается Анастасия Миржиевская, учащаяся гимназией номер один города Жуковский в Московской области, за литературную работу с иллюстрациями сказаний про сновидения о храме Покрова, что на Нарву в ограде Москве стоящий, и за сборник рассказов с иллюстрациями «Цветок памяти». Анастасия Сергеевна, вернитесь, пожалуйста, на сцену, поскольку вы награждаетесь также дипломом первой степени в художественной изобразительной номинации среди учащихся средних общеобразовательных заведений за иллюстрации к высшему повянулим работы. Дипломом первой степени среди студентов вузов и памятным подарком награждается Ольга Зигзяева, учащаяся Пермского государственного института искусства и культуры, за литературную работу «Далекое золотое время труда, благородство, любви по чему краю». Награду получает научный руководитель работы Нина Петровна Травникова. В номинации «Художественная изобразительная» дипломом первой степени среди студентов вузов и памятным подарком награждается Максим Рыжов, учащийся Краснослободского аграрного колледжа поселка Преображенский, республика Мордовия, за картину Федор Федорович Ушаков. В номинации «Мультимедийная» дипломом первой степени среди учащихся средних общеобразовательных заведений и памятным подарком награждается Константин Ямщиков, учащийся средней общеобразовательной школы номер 74 города Ульяновска, за рокову служение Отечеству, патриарх российской географии Петр Петрович Семенов-Клиншанский. Мы переходим к награждению победителей Московского регионального историко-просветительского конкурса исследовательских и творческих работ школьников Великая княгиня Евдокия Дмитриевна, преподобная Ефросинья Московская в истории российского государства. Дипломом первой степени в исторической номинации и памятным подарком награждается Павел Маркин, учащийся средней школой номер 2038 города Зеленоград, за реферат на тему Великая княгиня Евдокия Дмитриевна, преподобная Ефросинья Московская в истории российского государства. Дипломом первой степени в литературной номинации и памятным подарком награждается Артем Беллин, учащийся православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского города Москвы, за исследовательскую творческую работу «Молитвою спасшая Русь». Дипломом первой степени в художественной изобразительной номинации и памятным подарком награждается Рабия Хайдарова, учащаяся из-за студии «Семицветик» средней школы номер 1688 города Москвы, за картину «Княгиня Евдокия» Пастель. Спасибо, уважаемый Владимир Иванович. Мы завершили торжественную церемонию награждений. Еще раз наши общие аплодисменты, поздравления, наилучшие пожелания творческих побед, реализации планов и начинаний победителям и лауреатам межрегионального и московского конкурсов «Служение Отечеству. События и имена». Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА